я себя всегда представляю я таксист я думаю что феминитив это полностью вообще чуждое нам понятие для меня комфортное слово таксист только водитель никаких водительница таксистка и так далее услышала новую формулировку теперь я точно таксинесса и фильм назывался таксистка и звучало это как-то по-дурацки я работала банковской сфере прошла путь от экономиста до заместителя председателя правления банка сын мне сделал подарок виде билета в театр и поездки бизнес такси в сторону театра буквально через две недели уже была куплена машина и я подала свое резюме в гет такси я всегда очень мечтала водить машину мне это даже снилось во сне когда мне пришло время искать работу я нашла объявление требуется водитель в кинокомпании открыла очень много возможностей очутиться в прекрасном мире съемок когда я задумалась о том что нужно что-то более стабильное я оказалась нет с каждым днем получаю все больше и больше удовольствия от работы в такси потому что дорога доставляет наслаждение просто такси получается механизм с помощью которого я могу реализовать то чем мне нравится заниматься у меня два тарифа и эконом и комфорт в комфорте пожалуй люди которые ездят театры к друзьям на концерт на футбольные матчи даже на дачу в экономе в основном происходить короткие поездки я работаю в сегменте премиум и бизнес я обязательно открываю двери обязательно встречаю пассажира у меня допустим был подключен одно время тариф эксперт это был замечательный тариф он давался всего лишь на неделю и давался только тем людям которые сделали просто максимальное возможное и невозможное для того чтобы быть лучшими и мне это удавалось очень часто но какой-то был азарт спортивный интерес получаю массу комплиментов когда иногда позволяю себе облачиться в кремовый наряд людям нравится когда светлый салон светлый водитель всегда я вижу только какие-то максимально положительные эмоции у людей все отмечают чистоту машины запах когда я пришла на работу такси я прекрасно понимала о том что необходимо будет переформатировать отношения отношения к людям отношения к мужчинам даже потому что открыть двери помочь чемоданом вплоть до того что просят и кофе купить или еще чего-то это и есть работа с его я не испытываю дискомфорта в этом плане когда девушка открывает дверь это вызывало как минимум большое удивление но и всегда вызывало большую большую улыбку я жила наверно только в том плане когда какой-то пассажир идут с большим чемоданом у меня было несколько таких ситуаций когда женщина чемоданом и я понимаю что моя задача все-таки ей помочь и вот мы с ней вдвоем грузили это чемодан это не составляло никакого труда но если это допустим не была зима или какой-нибудь проливной дождь есть мужчины которые категорически отказываются ну как вы женщина достаточно большое количество людей которые наоборот получают удовольствие молодые ребята по 18 20 лет они наоборот он подождет пока я выйду откроем у двери он красиво выйдет около ночного клуба если честно мне кажется что только молодой человек может это сделать потому что для девушки это лишнее конечно девушка тоже может я не знаю и помочь вытащить чемодан или еще что то но мне кажется что изначально это такой этап она сейчас жизни когда потеряны эти нормы приличия и я человеку приходилось объяснять о том что немножко не в ту сторону ты попал но в итоге мы оставались друзьями и со временем человек говорил мне спасибо за то что не перешли эту грань как-то я подвозила интересного молодого человека он был мотоциклистом был так очарован водителем что по окончании поездки вышел и подарил мне цветы это было очень приятно давайте мы эту тему не будем какие отношения мужчин и женщин у нас сейчас другая проблема когда мужчина ухаживает за женщиной когда он не оказывает какие-то знаки внимания этому нужно радоваться это хорошо личные знакомства на работе в то время как я водитель а у меня пассажир мужчина они вообще не имеют место быть потому что это первое непрофессионально а второе просто невозможно нет когда приезжает женщина-водитель все-таки это еще до сих пор не стала нормой а у меня сегодня будет женщина и есть моменты когда отказ идет даже пассажира то есть были заказы которые категорически не хотели чтобы выполняла женщина иногда в комментариях это пишется из-за того что девушка за рулем никогда не было отказов от поездки потому что мне кажется что это наоборот огромный плюс мужчина или женщина абсолютно система этого не видит система видит только твой автомобиль приоритет всегда есть только у брендированных автомобилей и собственно говоря все близость к клиенту основные заказы все таки четверг пятница суббота воскресенье поэтому ну в принципе на хлеб с маслом достаточно для того чтобы заработать денег нужно работать очень много здесь больший фактор это удачность этого заказа если ты хочешь не сильно перетруждаться то и в принципе заработаешь абсолютно лайтово если тебе нужны деньги то придется простите попотеть за рейтингом я очень слежу очень болезненно на это реагирую и для меня это делает честью если получается ситуация когда у меня понижается рейтинг ниже 4 и 9 для меня это трагедия мне очень приятно и лестно читать замечательные отзывы о себе спасибо большое моим любимым пассажирам московских пассажиров есть общая черта молчание общения со своим телефоном большинство москвичей очень позитивно так чтобы человек просто сел в машину и все все время молчал в принципе такого практически не бывает у московских пассажиров есть еще один тип это постоянно то есть в течение всей дороги он общается по телефону этот человек который всегда опаздывает и всегда очень сильно торопится для меня эта работа это стиль моя жизнь я получаю очень много положительных эмоций москва шикарный город не любить этот город просто невозможно москвич мэг москвич мэг